Кипитоша, а ты знаешь, что мы с тобой стали героями? Знаю, Веснушка, только не знаю героями чего. Истории. А, понял, понял. Это ты о новом подкасте «Как Веснушка и Кипитоша с Петром Первым познакомились». Ну да. Ребята, набирайте в поиске «Как Веснушка и Кипитоша с Петром Первым познакомились» или попросите умную колонку. И слушайте. Детское радио представляет сериал «Новые приключения. Веснушки и Кипитоши». Кипитоша, я у Вовки в телефоне такую смс-ку прочитала. Представляешь, там было написано «Вовка, не дружи с Веснушкой, дружит только со мной». И кто только ему эту глупость прислать мог. Подожди, подожди. Повтори еще раз и медленнее. Я не понял, как ты смогла прочесть смс-ку на Вовкином телефоне? Он ее тебе сам показал? Ой, дело было так. Вовка на переменке пошел в буфет, а телефон на парте оставил. Потом ему пришла смс-ка, и я ее случайно прочла. А там такое. Веснушка, как это можно смс-ку случайно прочесть? Это же не плакат, который на стенке висит на всеобщее обозрение. Ты что, в Вовкин телефон без спросу залезла? Но я же не нарочно. Вовка сам попросил меня за телефоном присмотреть. А тут и смс-ка пришла. Я подумала, а вдруг там что-нибудь важное, и нужно Вовке об этом срочно сообщить. Веснушка, не лукавь. Вовка не годы отсутствовал. Он максимум на пять минут в буфет вышел. Любая новость могла бы приспокойно его дождаться. Признайся честно, тебе любопытно стало? Ну, немножечко. Но я не хотела читать. Честно-честно. Это как-то само собой получилось. И теперь мне интересно, кто это нас с Вовкой рассорить хочет? Как бы это узнать? Ох, ты меня очень расстроила. Неужели ты не понимаешь, что чужую переписку читать нехорошо? Тебе бы самой понравилось, если бы твое письмо кто-нибудь чужой прочел? Кипитоша, для меня Вовка не чужой. Он мой друг. И потом, это ведь не письмо было, а всего-навсего смс-ка. И я ее совершенно случайно прочитала. Не вижу особой разницы. Смс-ка тоже письмо, только короткое. Ты Вовке уже призналась? Ну, ты только меня не ругай, пожалуйста. Я ее не только прочитала, но еще и удалила. Потому что не надо всякие глупости Вовке писать. Как бы мне еще выяснить, это первое такое послание, или были и другие? Веснушка, как же тебе не стыдно. Ну, ладно, прочла. Это с трудом, но понять можно. Но зачем ты ее еще и удалила? Это уж совсем нехорошо. Тебе обязательно нужно перед Вовкой за свое самоуправство извиниться. А как же я теперь это сделаю? Мне теперь стыдно. А если я ему не скажу, он ничего и не узнает. И потом мне совершенно необходимо узнать, кто ему это написал. Эх, жаль, я номер не запомнила. Но как-то мне нехорошо на душе все же. Это же обман с моей стороны. Дорогая моя, за свои поступки нужно отвечать. Наберись храбрости и во всем Вовке признайся. И увидишь, тебе сразу легче станет. Кипитош, ну я потом обязательно перед Вовкой извинюсь. А сейчас ты не мог бы мне помочь найти автора СМС-ки. Может, мы коту ученому позвоним, и он в зеркало волшебное посмотрит. Вдруг оно ему правду покажет. Так, давай Котофея в эти дела впутывать не будем. Сама набедокурила, сама и выкручивайся. Я считаю, ничего выяснять не надо. Вовка твой друг, и на всякие там провокации он не поддастся. Тебе-то хорошо рассуждать, а мне страшно. Ну как я ему об этом скажу? Ну, сам подумай. А если он на меня обидится и разговаривать со мной больше никогда не захочет? Моя бабушка медная кастрюля любит повторять, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Не думай о плохом, Веснушка. Звони. Ой, хорошо. Ой, ну так страшно. Вовка, привет. Это, это Веснушка. Мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Даже не знаю, с чего начать. Ну, начни сначала. Что у тебя случилось? Да не волнуйся, я тебе всегда помогу, ты же знаешь. Мне ты можешь все рассказать. Да у меня все в порядке. С чего ты взял? Просто мне нужно сообщить тебе одну очень-очень важную вещь. Только я не знаю, как ты к этому отнесешься. И поэтому мне немного не по себе. Веснушка, заканчивай темнить. Ты меня совсем запутала. Ты можешь нятно объяснить. Я даже не представляю, что такого могло произойти, за что бы я на тебя рассердился. Ну, мало ли какие ситуации в жизни бывают. Вот я, например, на тебя бы, наверное, обиделась, если, скажем, ты перестал со мной дружить из-за того, что тебе кто-нибудь про меня чего-нибудь плохого наговорил. А, Веснушка, что за дурацкие предположения? Я бы такое и слушать не стал. Ты толком не объяснишь, можешь, что конкретно случилось? Правда? Не стал бы слушать? Вовка, а что бы ты сделал, если бы кто-то твою смс-ку без спроса прочитал? Ну, предположим, какая-нибудь девочка. Пусть только попробует. Драться, конечно, я бы с девочкой никогда не стал, но высказал бы все, что о любопытных варварах думаю. Нечего в моем телефоне лазить. Ой, Вовка, я совсем забыла, мне ж по делам убегать надо. Мы потом с тобой в школе поговорим, а сейчас, ну, мне совершенно, совершенно некогда. Все, пока, в школе увидимся. Эй, Веснушечка, да ты у меня трусишка, зайка серенький. Ой, ну почему ты все сразу Вовке не сказала? Для чего тебе нужно было в разговоре идти аквальным путем? И сама с курса правильного сбилась, и Вовку запутала. Да ты же сам слышал, что Вовка по этому поводу думает. Он бы непременно со мной поссорился, если бы я ему правду сказала. И зачем я вообще к этому телефону прикасалась? Ну, что сделано, то произошло. Чего ж теперь говорить? Ты мне лучше скажи, как выпутываться будешь? Ты же Вовку заинтриговала, он к вашему разговору непременно вернется. Не знаю. Кипитож, ну почему так в жизни бывает? Жила я себе вполне счастлива, и один неверный поступок все разрушил. И все из-за моего любопытства. Правильно, наша соседка Баба Шура говорит, любопытство не порог, а большое свинство. Ну, ладно, не драматизируй. Пока ничего непоправимого не случилось. Вы с Вовкой по-прежнему друзья-приятели. Ты, главное, когда в следующий раз с ним разговаривать будешь, не наводи тень на плетень в ясный день, а четко все объясни. А если он меня не простит? Ой, кто бы это мог быть? Алло! А, Лена, привет! Да что ты говоришь? Это точно? Как она могла? Нельзя же чужие дневники читать! Ладно, я ей не скажу, что ты мне сказала. Что делаю? Да так. Нет, гулять я сегодня не пойду. Пока-пока! Я сейчас услышал, что кто-то чей-то дневник прочел. У вас что в классе? Эпидемия повального любопытства? Может, это какой-нибудь неизученный вирус? Кипитош, мне Лена сейчас рассказала, что она случайно увидела, как Таня Вовке эсэмэску написала, чтобы он не дружил со мной, а дружил с ней. И еще она сказала, что Таня, когда у меня в гостях была, дневник мой открыла и несколько страниц прочитала. А я там про наши с тобой приключения, между прочим, писала. Теперь Таня говорит, что я сказки сочиняю и собираюсь на весь мир прославиться, как автор романов про Гарри Поттера. И что я задавака! Вот видишь, как неприятно бывает, когда кто-нибудь без спроса читает твой дневник или письмо или эсэмэску. А Таня просто глупая девочка, не сердись на нее. И так ей трудно. Когда ум раздавали, ей не хватило чуток. Из чего она взяла, что я задавака? Я вовсе даже не задавака. Я вообще никогда не хвасталась и нос не задирала. И еще писательница меня назвала. Знала бы она, что это не сказки, а чистая правда. А представь, Веснушка, что Вовке кто-нибудь расскажет, что ты его эсэмэску прочла и потом стерла. После этого ваша дружба действительно может дать серьезную трещину. Ты прав, как всегда. Пусть он уж лучше правду от меня услышит. И будь что будет. Вовка, привет! Это опять я. Прости меня, пожалуйста. Я сегодня случайно, когда ты в буфет ходил, прочла твою эсэмэску. Там было написано, чтобы ты со мной не дружил. Веснушка, а ты ничего не путаешь? Я такую эсэмэску не получал. А ты как себя чувствуешь? Ты сегодня весь день какая-то странная. Ты не заболела? А я испугалась и ее удалила. И если ты после всего на меня обидишься и со мной дружить перестанешь, я пойму. Я не знаю, как такое могло случиться. Мне теперь очень, очень стыдно. Фух, Веснушка, хорошо, что ты мне все сама рассказала. Я на тебя не держусь. Ну, прочла и прочла. Ты же больше так делать не будешь. А испугалась ты зря. Я всякие глупые эсэмэски в расчет не беру. Мы же с тобой друзья. Ой, Вовка, спасибо тебе. У меня прям как камень с плеч свалился. Я тебе обещаю, что это было в первый и последний раз. Ты такой замечательный. Да ладно тебе. Не такой уж я и замечательный. Я однажды в компьютере в почту брата старшего залез. Только мне, в отличие от тебя, смелости не хватило ему в этом сознаться. А ты молодец, призналась. Ладно, до завтра. Вот, видишь, не так все и страшно было. А чтоб ты окончательно развеселилась, давай-ка я тебе чайку своего фирменного заварю. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Девушки отдыхают Если что-нибудь приключится вдруг Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Нужным быть кому-то в трудную минуту Вот что значит настоящий верный друг Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Новые приключения Веснушки и Кипитоши Продолжение следует